С начала зимнего сезона из-за гололеда пострадали 7,5 тысяч жителей края. Об этом сообщает в МЧС. Количество пациентов в травмпунктах региона увеличилось более чем в два раза. Так, по данным Минздрава, в крае с 12 по 18 января в больницу попали 1174 человека. Это почти в половину больше, чем недели ранее. Как правило, жители региона обращаются за помощью из-за травм, полученных во дворах, на дороге, а также на тротуарах. В ближайшие дни регион ждут температурные качели, так что на улицах по-прежнему будет скользко. Тысячи жителей края окунулись в купели. В России сегодня празднуют Крещение. Считается, что совершать омовение легче всего в сильный холод, а небольшой мороз, наоборот, усложняет настрой. Повлияло ли это на барнаульцев? Дарья Ирошина побывала сегодня на главном крещенском городке края. Это утро было наполнено трепетом и радостью. Православный мир сегодня празднует Крещение. Очень такой прекрасный праздник. Я люблю вот этот праздник. Я люблю, когда верю просто в Бога и хочу, чтобы в сексе было хорошо и праздничное. Прорубь не окуналась, потому что как-то боюсь. К этому ритуалу заранее готовился, как морально, так и физически. Спорт, легкая атлетика. Как-то в тонусе себя хотя бы организм держал. Купелям сегодня тянулись тысячи горожан. Для одних это способ испытать веру, для других – оздоровиться. Излечил от всех болезней, вот именно эта вода. С тех пор, когда я стал аккумуляцировать эту пробу, стал плавать в ледной воде, я перестал болеть практически. Как себя чувствуете? Вот так вот, здорово. Уже 25 лет я ныряю, так что все хорошо. Это не то, чтобы близко к религии, я думаю, это ближе к традициям нашим. Но это все равно, вот видите, воду освящают. И православные придут кто-то из-за того, что он верующий, ну, окунуться в прорубь. Кто-то приобщится просто к такому приятному, веселому, здоровому мероприятию. А в магию воды вы не верите? Ну, я верю в святую воду, а что, в магию нет. Освященной опь стала только на один день. До следующего испытания себя год. Но моржевать для здоровья никто не запрещает. Главное соблюдать меры безопасности и выбирать только специально обустроенные места для купания. Дарья Ирушина, Владислав Ковалев. День с толком. Желающие смыть грехи нашлись и в Барнаульской исправительной колонии. Наша съемочная группа побывала сегодня в спецучреждении. Глава Господина вода, Копиер, Глава Голи, приедите, примите все духа преимущества, духа разума. Иерей Александр Побединский совершает чин великого освящения воды в храме при Барнаульской колонии. Окрапляет святой водой осужденных, которые через несколько мгновений окунутся в крещенскую прорубь. В лечебно-исправительной колонии отбывает наказание около 500 осужденных. В ледяную воду на крещение ныряют 15 из них. Уж слишком зябко. Так осужденный Роман Овчинников, не успев соприкоснуться с водой, скорее выскочил. Тюремный колорит татуировки святая вода, конечно, не смоет. Но встать на путь исправления поможет, отмечает Иерей Александр Побединский. И добавляет, что ежегодно в алтайских колониях становится больше осужденных, которые совершают обряд омовения в крещенской проруби. Это проявление личного намерения. Намерение пойти и исправить свой путь. Но этот же шаг, видите, если сделать его неправильно, но если это делать из какого-то удали молодецкого, в воду холодную погрузиться, то это нехорошо. Все-таки нужно именно с верой это делать, с верой и с желанием очищения внутреннего, прежде всего. Шаг к искуплению грехов сегодня сделали тысячи осужденных по всей стране. Стоит отметить, что вера помогает в реабилитации осужденных. Поэтому руководство колонии идет навстречу сидельцам и ежегодно оборудует для них на территории учреждения священную купель. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле сегодня начались испытания белорусских трамваев в городских условиях. Капкатки вагонов приступили накануне. Эта процедура необходима для регулировки систем управления. Каждый трамвай проедет без пассажиров не менее 50 километров. После этого транспорт пустят по городским маршрутам. А пока пустые трамваи проходят по улицам Малахова, Власихинская и Попова. Все трамваи прошли технический осмотр, получены регистрационные номера. Напомним, белорусские трамваи доставили в краевую столицу в прошлом году. Вместимость вагонов – 150 пассажиров. В мэрии сообщают, что новый транспорт пустят по маршрутам номер 1 и 7. Цена на куриное яйцо не падает. Сегодня в Барнауле в различных торговых сетях можно купить десяток яиц по цене от 130 до 180 рублей за десяток. Снижение стоимости этого продукта, которое многие связывали с наполнением рынка импортом, так и не случилось. Как выживают в таких условиях барнаульцы и что думают об этом эксперты, выясняла наша съемочная группа. Я обычно по утрам яичницу делал. Последние дни я просто говорил, что вместо трех яиц делай там два. Такую тактику выбирают барнаульцы в связи с космическими ценами на такой привычный продукт, как яйца. Подорожало все, подорожало. Очень все дорого. Будь по карману сильно. Ну как вы думаете, пенсионерам бьет? Может быть, отказались, частично отказались. Ну тогда отказаться жить все равно потихоньку наберешь. Уже не 20 берешь штук, например, а 10 штук берешь. Мы вот во всем себя экономим. Сегодня на различных торговых площадках можно приобрести десяток яиц категории С0 в среднем от 130 до 160 рублей. В более крупных торговых сетях можно купить и по ударной цене за 110 рублей. В некрупных за такую цену удастся взять только категорию С2. А средний ценник на один килограмм курицы – 220 рублей. Ну по кошельку бьет. Насколько бьет, может быть, отказываетесь от чего-то? Нет, не настолько бьет. Не отказываемся, едим все-таки. Но курицу с деревень передают нам бабушки, слава богу. Так, ну да, дороговатые яички. Ну стараемся, смотрим все равно, где подешевле брать. Ну деваться некуда. Белок надо кушать. Напомним, Минсельхоз страны обещал снижение цен на яйца сразу после Нового года за счет импортных поставок из Турции, Азербайджана и Ирана. Но в Алтайском крае еще никто не видел зарубежных яиц. Везут в европейскую часть, в Москву, в Санкт-Петербург. То есть там самые высокие цены и больше всего потребители. Поэтому туда и везут. И там транспортные расходы меньше. А к нам не везут, потому что далеко, дорого. Вот. И, возможно, еще не хватает. Устав печалиться, потребители смеются. В сети гуляют вот такие видео с якобы китайскими яйцами. Вот они, вон что, как ваньки встаньки, блин. Что делается? Они вон пляшут на столе. Там внутри гель. Специально расколупали. А когда сваришь, оно вроде как белеет. Кстати, некоторые россияне высказывали мнение, что вкус у импортных яиц специфический, не такой, как у привычных местных. Отменить пошлину на ввоз импортных яиц – одно из решений яичной проблемы. Есть еще способ – это собственное производство. Однако его, в России, говорят эксперты, по сути нет. Причем давно, с 90-х годов. А с падением курса рубля зарубежные корма, оборудование стали слишком дорогими для отечественных производителей, что повлияло на конечную цену продукта. 80-90 рублей было за десяток. А теперь 150-130. То есть мои здесь только 25-30%. Остальное все цена птицефабрики. Как вы думаете, будут ли, будет ли снижение? Ой, я что-то не знаю, мне кажется, нет. У нас же, как обычно, что временно, то всегда постоянно. Ну, не знаю, я не надеюсь. Может быть, рублей на 5 снизят перед выборами. Специалисты подчеркивают – дефицита яиц нет и не прогнозируют значительного снижения цены. Есть один фактор, который настраивает на положительный лад. Вот это внимание со стороны главного лица, у которого выборы. Но после них все равно все, так сказать, вернется на круги своя, так сказать, и неизвестно еще на какую, так сказать, величину. На мой взгляд, должна быть определенная фиксированная наценка в торговых сетях на жизненно важные продукты. Потому что у нас зачастую торговые сети, они являются в первую очередь такими разгонной ступенью для роста цен. Потому что наценки по отдельным товарам там могут достигать и 40, и 50, и 60 процентов именно в торговой сети. А пока барнаульцы вынуждены искать, где яйца подешевле, шок от таких цен не прекращается. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Экспорт алтайского гороха за год вырос в 4,5 раза. В 2023 году из региона вывезли за рубеж почти 139 тысяч тонн этой культуры, а годом ранее чуть больше 30 тысяч тонн. Так, горох стал одной из самых популярных культур региона, которые идут на экспорт, уступив лишь пшенице и ячменю. Главным покупателем алтайского гороха стал Китай, который приобрел более 117 тысяч тонн. При этом еще в 2022 году в Китай не было ни одной поставки. Что касается других стран, то увеличилось количество поставок нашего гороха в Таджикистан и в Сербию. Также за последний год интерес к алтайскому гороху вырос и у таких стран, как Германия, Грузия, США, Тайвань, Малайзия и не только. Уже пять лет жильцы дома по улице Сухобатора, 9, воюют с ТСЖ. По их словам, товарищество не работает и коммунальные проблемы людям приходится решать самостоятельно и тратить дополнительные деньги. Дарья Ярошина разбиралась, в чем причина конфликта. Уже несколько лет жильцы дома по адресу Сухобатора, 9, на максимальном самоуправлении. Несмотря на наличие ТСЖ, людям приходится самим решать проблемы обслуживания и содержания дома. В мае 2023 года было решено в чате группа, что собственники будут скидываться и сами восстанавливать. Хоть потихоньку, помаленьку. Были заказаны лавочки, качелю посвесили, краску купили, много красили. ТСЖ-лидер получает зарплату, которую платим мы, собственники, не город платит. То есть и дворник должен работать, и председатель должен работать, и мастер должен работать. Но мы выслушиваем только одни оскорбления и унижения. В 2020 году мы уже рассказывали, как жильцы дома воюют с председателем ТСЖ Натальей Король. Здание пережило потоп в подвале и подъезде. Трубу не заделывали три дня. Случай, когда девушка пролетела в лифте с седьмого этажа до первого. В подъездах и возле них копится мусор, электрик не везде вкручивает лампочки. А на этой неделе жители на собственные 22 тысячи вызвали трактор для вывоза со двора снега. ТСЖ не только не помогала, говорят люди, но и мешала. Когда был трактор, они стали пугать полиции. Мы вызовем сейчас полицию, потому что вы пригнали спецтехнику в наш якобы двор. Но это бред, это настолько бред. Люди ежемесячно платят до 10 тысяч рублей за коммунальные услуги, но не могут добиться отчета от руководителя ТСЖ, на что идут деньги. ТСЖ не делает ничего. Жильцы прошли уже несколько судов, чтобы поменять форму коммунального управления. За это время дом разбился на два лагеря. Одни по-прежнему хотят смены власти, другие скептически смотрят на потенциальную УК. Последние даже подали на апелляцию, чтобы оставить все как есть. Еще один суд с ТСЖ ведет отдельный житель. Его не устраивает плесень в квартире. В лидере считают, что это не их зона ответственности и рекомендуют переделать ремонт. Узнать мнение председателя ТСЖ Натальи Король нам не удалось. Поставить точку в долгой истории должен Краевой суд. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Отказ турецких банков работать с российскими, а такую информацию сообщает коммерсант, не должен отразиться на российских и алтайских туристах, говорят местные туроператоры. Они уверены, поводов для беспокойства нет. И за последние годы туротрасль привыкла подстраиваться под всевозможные изменения. Уже мы настолько мобильны в плане, скажем так, изменений Викторов в своей деятельности, что последние новости, думаю, не отразятся никаким образом на конечном потребителе. Последние несколько лет многие наши туристы, да не многие, а большинство наших туристов, привыкло ездить за границу с наличными. И в настоящий момент ничего пока не поменялось. У кого нет карт зарубежных банков, то тех же казахских, узбекских едут с наличными. Напомню, ситуация с банками начала осложняться еще летом, а в декабре обострилась еще сильнее. Именно тогда вышел указ президента США о вторичных санкциях. В итоге турецкие банки разорвали все отношения с российскими кредитными организациями. Кстати, Наталья Гордеева рассказала, что с декабря и до конца марта действуют ранние бронирования в турецкие отели. Если даже возникнут какие-то проблемы при оплате туров, их явно можно будет разрешить. А пока есть приятные новости для желающих отдохнуть в Таиланде. С 12 февраля отправиться на Пхукет можно будет из Барнаула. А из Новосибирска наши туристы по-прежнему могут улететь на Шри-Ланку, в Таиланд и Арабские Эмираты. На первых зимних играх Большой Алтай в Китае по сумме всех медалей сборной Алтайского края стала первой. В активе нашей команды по итогу трех дней соревнований 24 медали. Юноши и девушки четырех стран – Китая, Россия, Казахстана и Монголии – соревновались по нескольким видам спорта. Горные лыжи, лыжные гонки, скоростной бег на коньках, сноуборд, фигурное катание, скальпинизм. Всего участников было 154, от нашего края 11 человек. Практически все наши спортсмены принесли в зачет медаль, и часто не одну. Самый большой урожай собрали лыжники – 10 медалей, 5 из них золотых. Конькобежцы принесли 8 медалей, горнолыжники – 3, сноубордисты – 2, фигуристы – 1. В Алтайском крае возрождает бильярд. Об этом на встрече с журналистами рассказали представители Федерации этого вида спорта. Из-за чего несколько лет назад перестали развиваться шахматы в движении, и какие интересные тонкости есть в бильярде, расскажет Данил Кузнецов. Подобно баскетбольному мячу, тяжелый шар залетает в лузу. Такой, а еще множество других подобных ударов, Дмитрий Староженко, четырехкратный чемпион России по бильярду, показывал СМИ Алтайского края в рамках проекта «Журналист меняет профессию». Поводом для встречи также послужило официальное заявление о возрождении Федерации. Проблемы с этим видом спорта возникли из-за коронавируса. Второй момент. После такого длительного перерыва, полтора-два года, довольно трудно было людям как-то заново начать работать, именно вести школу, найти заново людей и плюс финансовые, конечно, вопросы. Сейчас Федерация активно набирает новых игроков, при том возраст – дело второе, ведь профессионалами в этом виде спорта становятся и люди после 30. Из других плюсов – инвентарь. Нужен лишкий, который новичкам выдают. Цены на него колеблются от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Большинство киев сделаны из африканских видов дерева, потому что они очень плотные, а плотность влияет на качество удара и исполнение. Часто приходите менять? Киев в среднем служит, если это профессиональный игрок, до пяти лет. Однако закатывать шары можно из самого простого кия. Главное – умение и терпение. Великим математикам быть не нужно, достаточно наработать правильную технику. Делаем шаг вправо и левый. Сейчас на левую мы как бы ложимся на киев. Теперь мы ставим мост, как вспоминали. Поднимаем, поднимаем большой палец. Чтобы на большом пальце было. Вот, целимся. Какие ощущения после попадания в лузу? Да, шок. Я вообще думала, что я даже по шару не попаду. А тут раз и с первого раза я сразу попала. А вообще раньше в бильярд сыграли? Ну, может быть, когда-то с друзьями где-то ходили, но это больше посмотреть, постоять рядом. В клубе новичков научат играть в русский бильярд. Американского пула здесь нет, потому что в нашей стране он не слишком популярен. В русском бильярде есть две разновидности игры. Простая и московская пирамиды. В первом случае красный шар используется только для разбоя. А вот в московской пирамиде он биток. Ближайшие соревнования – чемпионат Алтайского края. Он пройдет уже завтра. Организаторы планируют собрать 30-40 человек со всего региона. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok